Департамент образования Самары организовал внеплановую проверку соблюдения требований к питанию учеников в школе номер 29. Ее решили провести после получения жалобы в интернете на качество еды в учебном заведении. В проверке приняли участие представители департамента образования, комбината, оказывающего услуги учебному заведению, родительской общественности и член общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский. Я не удержался у ребятишек, спросил по поводу качества питания. Получил очень интересный ответ. Они сказали – хорошее и приемлемое. Соответственно, нами проверена пищевая зона. Мы это сделали до того, когда наши повара приступили к готовке. Здесь стоит современное оборудование. Это видно, собственно говоря, ну и невооруженным глазом. Второе. По документам мы увидели, что буквально очень короткое время назад здесь проводилась плановая проверка Роспотребнадзора. Павел Покровский предложил родителям ученика, опубликовавшего жалобу, стать представителями родительского комитета. Каждый месяц они будут участвовать в проверке качества блюд и согласовывать меню. Вполне сытно, вкусно. Температура приемлемая. Да, то есть не горячая, не холодная. То есть такая температура, когда ребенок может спокойно начать кушать, не ждать сидеть. Проверки со стороны уполномоченных структур школа проходит регулярно. Повара готовят еду, пока школьники на уроках. И каждую перемену на столах свежие блюда. Ребята питаются 100%. У нас очень высокий показатель питания по школе. Имеется свободный выбор. Это на случай, если нужно заменить, например, ребенок въезд или есть какие-то противопоказания. Есть особое меню для детей, у которых есть заболевания по заявлению родителей. То есть для них готовится отдельно. По графику ребята питаются на переменах, которые по времени 20-минутные. Этого времени достаточно для получения пищи. Нарушений при проверке соблюдения требований к организации питания в школе номер 29 не обнаружили. Все соответствует нормам СанПИН. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.